Всем привет! Вы попали на канал Беселинка Шоп и это новое видео, а именно обзор на мои новые омигруми из бисера. Здесь будет не только омигруми, но еще и пара плоских фигурок крестиком. И давайте начнем. У меня уже почти, не почти, а вся корзинка переполнена, поэтому буду все свои омигруми, которые находятся у бабушки, и перелаживать в другую большую коробку. Итак, отодвигаю. И давайте начнем вот с вот такого вот котика клубничного. Его я сплела на 8 марта. 7 марта я начала и 8 или 9 закончила. Следующая это вот такая вот капибара. Плела ее на совместник. Схема только недавно вышла, пару дней назад. Далее это вот такой вот динозаврик. Одна из последних фигурок. Я его вчера сплела. Далее вот такая эльфевая башня. На вторую половинку мне не хватило сил. Следующая это я из бусинок плела. Вот такую вот змейку. Она двухсторонняя. Далее это вот такой вот милый котик. Плела я его по расцветке своей лиски. Вот такой вот. Далее это вот такая вот зайка Джуди. Еще в планах сплести лиса Ника, но планов вообще много. И когда все воплощать, конечно. Далее это вот такой вот мишка. Как его? Заботливый мишка. Розовенький. Я постараюсь не показывать те фигурки, которые вы видели в прошлой части. Но я точно не помню, какие я показывала, а какие нет. Поэтому какие я не уверена, что показывала, я вам буду показывать. Далее это из крупного бисера. Идет вот такой вот котик. Тогда не было вдохновения, что плести, какие омигроми. И не было вообще желания плести вот такие вот омигроми. У меня такое часто бывает, но через день-два это все проходит. И сплела из крупного бисера котика. Далее идет вот такой вот котик. Он мне очень нравится. В планах он был давно, но реализовала я его вот только недавно. Далее вот такого вот жирафика я сплела на свой совместник, который я устраивала. В тот же день, когда я сплела этого котика, сплела вот такого вот попугайчика. Кругляша. Далее идет вот такой вот инопланетянин. И к нему шапочка. Можете посмотреть в шорцах, как он смотрится в шапочке. Далее покажу вам вот такую вот работу. Влюбленные драконы. Это моя самая масштабная работа, которую я делала. Я еще плела большого стоячего дракона, но я не захотела его доплетать. Это было давно, еще до Нового года. А тут мне так захотелось плести влюбленных драконов. И я их сплела за 5 дней. На самом деле думала, что мучиться буду с ними больше. Они должны были объединяться хвосты в сердечко. Но я где-то протупила, получились в разные стороны. И поэтому вот так. Но мне, в принципе, так тоже нравится. И такая маленькая особенность моих драконов. Следующая фигурка это из бусинок. Вот такой вот динозаврик. Тоже он двухсторонний, сиренево-синий. Далее. Именно эту фигурку, не помню, показывала ли вам ее или нет. Но это вот такой вот ушастик. Да, я его показывала, но ничего страшного. Покажу еще раз, потому что мне он очень нравится. Далее идет арбузный дракоша. Это, можно так сказать, первая моя фигурка в 18-летии. Потому что начала я его плести до своего дня рождения. А закончила 30 января. Ну, на следующий день после дня рождения. Далее это... Ой. Вот такая вот белочка-летяга. Точнее, белка-учитель. Далее вот такая вот лапка котика. Маленький грибочек. Ленивец. Вот такая вот коровка. Из крупного бисера кругляш. Далее вот такой вот пегас. Это одна из моих любимых фигурок, которую я спела за последнее время. Наверное, вот эта вот фигурка и лежачий котик с самой любимой, которая вообще здесь есть. Далее, не помню, показывала ли я вам эту божью коровку. Ну, в шорстах вы ее точно видели. Далее, забивной котикс. Фиолетовый котикс. С наушниками. Далее, сплела вот такое вот кольцо, когда делать было нечего. Но оно на меня маловатое. Надо сейчас натягивать. Далее, вот такой вот пингвинчик. Маленький. Кстати, у меня одна девочка спрашивала, почему я плету такие сложные фигурки и такие легкие кольца. У меня есть и другие кольца посложнее. Обзор на мои украшения есть на канале в одном из последних видео. Но именно вот такие вот легкие, простые кольца мне именно вот такие вот. Мне именно с камешками этими не особо нравятся. Именно простые кольца мне нравятся носить намного больше, чем в несколько рядов. Вот такое колечко мне, например, нравится. Далее. Вот такой вот ослик. Модненький. С сиреневой гривой. Вот такая вот милая коала. Вот такой вот доберманчик мини. Есть еще большой доберман. Но, опять же, я не помню, показывала в прошлой части или нет. Вот такая вот собака. Доберман. Вот такой вот котик в сумочке, который достается. Еще одно колечко со стеклярусом. И последнее. Это вот такой вот букетик цветов. И на этом все. Это все мои новые омигруми, которые я сплела за последнее время. Кстати, я хотела сказать, что завтра или послезавтра, ну, в следующее видео, будет влог. Новый влог. Поэтому ждите. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить пальчики вверх. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Всем пока. Спасибо.